Самые популярные женские имена в Казахстане это Медина, Айша и Амина. Мальчиков предпочитают называть Алиханом, Айсултаном или Рамазаром. О том, что влияет на выбор имени ребенка и как меняются тенденции в стране и мире, расскажет Зауреш Думан-Казар. Медина-балабан, Медина-молодец. Только с начала года Мединой назвали несколько тысяч новорожденных казахстанок. Имя уже несколько лет в топе самых популярных в стране. Медина-город пророка Мухаммеда. Молодые родители выбирают его за красивое звучание и значение. Причем имя нравится и более старшему поколению. Трехлетнюю Биржанову Медину так назвала бабушка. Родителям выбор понравился сразу. По их словам, оно сочетается с ее характером. Имя выбрали у нас родители. Родилась наша первенница, дочка. И спросили у мамы. Мама выбрала такое имя. Нам оно понравилось. У нас дочка очень общительная. Легко находит общий язык с другими детьми, так и со взрослыми. Очень яркая, позитивная, улыбчивая. Человек в общем настроении. Дочерей казахстанцы также называют Айшой и Аминой. Поделились в Бюро национальной статистики. В топе мужских имен Алихан, Рамазан и Айсултан. Причем тенденция сохраняется последние пару лет. Анализ показывает, на выбор имени влияют происходящие события. К примеру, с 2019 года возросло число детей с именем Касымжомар. Сегодня так зовут почти 900 человек. Рожденным в мае детям дают имя Женес. Аналогично и с именем Рамазан. В апреле им назвали почти полторы тысячи мальчиков. Большой разницы с прошлыми годами нет. В целом имена не меняются. Но, к примеру, во время месяца Рамазан мальчиков чаще называют Рамазаном или Айсултаном. Всего с начала этого года родились больше 190 тысяч детей. Свыше 100 тысяч из них мальчики. Имена в честь любимых артистов или спортсменов тоже не редкость. Так в Турции в топ неожиданно вырвалось имя Фатихтирим. Сразу 20 тысяч человек решили поменять свои паспорта, чтобы быть ближе к легендарному футбольному тренеру. Такая возможность появилась после разрешения властей сменить имя тем, у кого в документах допущены ошибки или имя собственное не созвучно с фамилией. В результате большого наплыва прием заявок продлили до конца года. А уроженка из Казахстана Лаура намерена изменить имя на более близкое для местных Лару. Лара – одно из самых распространенных имен в европейских странах. Оно уже давно используется в Турции. Оно переводится как «русалка». Оно также означает «доброту и вежливость». Вот почему я выбрала для себя это имя. Разница в одной букве для меня не проблема. А в Украине увеличилось число новорожденных девочек Стефани. Популярность имени повысилась после недавней победы группы «Калушк Оркестра» на Евровидении. Стефания, мамо, мамо, Стефания. Между тем, желание назвать чадо в честь британских королевских особ снизилось в Австралии. Возглавлявшая чад в течение семи лет имя Шарлотта впервые упало на одну позицию ниже. А имя Уильям опустилось с третьего пункта на пятый. В фаворитах среди девочек Айла, а мальчиков Оливер. Эксперты отмечают в выборе мужского имени не последнюю роль играет этническая принадлежность. Проведенные в США исследования показывают, что для мальчиков важно иметь имя, которое указывает на их этническое происхождение, поскольку именно мальчиков считают главой семьи. Например, Мухаммед – самое популярное мужское имя в Великобритании, но эквивалентного ему женского имени нет. Также немаловажен социальный класс и родительская идентичность. А уже после идут культурные и другие факторы. Зауреш Думан Кызы Иернар Демесинов, Хабар 24.